Итак, еще раз вкратце сформулирую о чем-то зата речь. В пространстве внутри галактики наблюдается некоторая плотность частиц с очень высокими энергиями, то есть вплоть до 10-18 и 10-20 электрон-вольт. И возникает вопрос, каковы, в принципе, могут быть механизмы генерации таких частиц, откуда они могут появляться. Собственно, мой рассказ как раз будет посвящен одному из основных механизмов, который рассматривается как кандидат на объяснение этого явления механизма Ферми. Он был сформулирован довольно давно, в 1949 году. Собственно, чтобы иметь в системе эффективное ускорение, требуется, чтобы система была неравновесной, так как иначе происходила бы максимализация, и единственный источник быстрых частиц был бы максимовский хвост. Одним из источников неравновесности в космосе является турбулентная плазма. Она, в частности, согласно механизму Ферми, в принципе, нам достаточно было бы иметь одну лишь турбулентную плазму. Дело в том, что в ней возникает флуктурация магнитного поля, которые являются эффективными рассеивателями на частиц. Учитывая, что их энергия довольно велика, так как это махроскопические объекты, и рассеивающиеся на них частицы могли бы повышать свою энергию. Такой механизм был бы достаточно эффективен, если бы разврос скоростей этих флуктураций был достаточно велик, но, к сожалению, это не так. С другой стороны, разность скоростей может быть получена, если в фоновой плазме в космосе распространяется ударная волна. Такие ударные волны, в частности, возникают при взрывах сверхновых звезд. И, соответственно, по разные стороны от фронта ударной волны скорость потокового движения сильно отличается. Таким образом возможен следующий механизм. Частица может попадать из области с меньшей скоростью, которая находится перед фронтом волны, в область за фронт, испытывать там соударение с магнитными флуктуациями, не меняя при этом свою энергию, так как мы считаем, что тепловой разброс скоростей и флуктуаций этих стахатических магнитных попалений невелик. Затем выходить за фронт опять в область меньшей скорости и таким образом изменять свою энергию. По сути, это эквивалентное отражение от набегающей на частицу стенки со скоростью u. Как это может быть описано? Разумеется, сначала более простую линейную теорию, в основе которой лежит уровень переноса. Лоха, можешь вопрос? Да, конечно. Ну, то есть у нас что происходит? У нас набегает фронт, он бьет вот эту вот частицу, частица она за фронт, проваливается при этом или нет? Ну, эффективно она отражается от фронта, то есть она влетает в него, испытывает ускорение внутри и вылетает обратно, то есть в итоге мы получаем нечто эквивалентное просто отражение от фронта. Ну, по сути, это как бы разный процесс получается. То есть, чтобы фронт ее так догнал, она должна остановиться, отдать всю свою энергию, как бы ее тогда опять с начальной же позиции. Она не должна остановиться, она начинает сталкиваться к другой области, нет, ей достаточно просто изменить направление своего движения. Это происходит за счет столкновений. За счет столкновений с теми же неоднородностями, но двигающимися с меньшей скоростью перед фронтом. Соответственно, здесь представлено ускорение, здесь представлено уравнение переноса, учитывающее ускорение на стахастических электрических полях. Электрические поля здесь имеют следующее происхождение, так как носители магнитных флуктуаций двигаются, у нас преобразование Лоренца обеспечивает нам существование электрических полей в системе. Собственно, для анализа описанной мной ситуации нам даже не обязательно, в член, можно рассматривать упрощенное уравнение с добавленным инжектором частиц на фронте волны и с приведенными здесь граничными условиями. Собственно, непрерывность концентрации частиц, функции распределения частиц на фронте волны. Второе граничное условие, получается, изинтегрирование уравнения вблизи фронта. Ну и, соответственно, конечность функции распределения на плюс-минус бесконечность. Это уравнение может быть решено. Но в таких условиях могут быть получены функции распределения по обе стороны фронта и спектры частиц. Собственно, вот этот спектр является довольно классическим результатом здесь. Возникает характерный степенной спектр, который зависит от показателя сжатия среды, сигма. Относительность сжатия, которое происходит в волне. Обычно гамма имеет порядок двойки в дарных волнах. Показатель? Меньше, по-моему. Я чуть позже скажу, как это наблюдается. Там еще один механизм включается, который корректирует этот спектр. Ну, соответственно, линейная теория, она выпускает из виду некоторые обстоятельства. А именно обратное воздействие ускоряемых частиц на, во-первых, на фоновую плазму, и, во-вторых, на фронт волны. Собственно, несмотря на то, что фракция этих ускоряемых частиц по сравнению с общей концентрацией плазмы очень невелика, за счет того, что они достигают высоких энергий, давление, которое они могут создавать, и магнитные поля, которые они создают, могут играть значительную роль. Соответственно, здесь я прилегаю вашему вниманию простейшую модель, которая учитывает нелинейную диффузию. То есть, по сути, этот механизм связан с взаимодействием лучей сверхвысоких энергий с фоновой плазмой. Лучи возбуждают дополнительные магнитные флуктуации, повышается уровень турбулентности в среде, что влияет, в свою очередь, на диффузию лучей, следственно, на их возможность проникновения обратно за фронт и дальнейшее ускорение. В такой постановке может быть найдено самое подобное решение, из которого, в частности, можно извлечь точку, в которой достигается максимум энергии частиц, ускоряем, в данный момент. Это позволяет оценить коэффициент диффузии и, более того, найти эффективный коэффициент диффузии, усредненный по источникам различных типов, которые присутствуют в галактике. То есть, именно такой эффективный коэффициент диффузии определяет диффузию галактических лучей. Этот подход довольно сильно зависит от того, какую модель мы используем, в частности, от механизмов дисципации возбужденных волн в среде. В частности, здесь использован клубогровский механизм, который дает степень 2,3 в зависимости коэффициента диффузии от градиента функции распределения. Но, возможно, и другие модели, которые дают другой показатель. А скорость вот там, вот где скорость? Как же цель диффузии зависит от скорости? Я правильно понимаю? Одна треть, да. Одна треть там, а в самом колеце 9. А, еще 7 лет до 5 лет. Следующий вопрос, к которому я хотел обратиться, это спектр космических лучей. Собственно, я хотел рассказать про численные решения этой задачи. Авторы, указанные на стадии, провели самосклассованные моделирования взрыва сверхновой, в частности, второй стадии взрыва, стадии Сидова, решая гидродинамические уравнения для описания плазмофоновой и кинетические уравнения для описания ускоряемых частиц, факции ускоряемых частиц. В частности, такой подход позволяет учесть корректирование фронта ударной волны, ускоряемые фракции ускоряемых частиц и возбуждение ими альфионовских волны в среде. Они обеспечивают нагрев фоновой плазмы, что изменяет компрессию в ударной волне. Поэтому они не учитывают, что патент деплитинга из Д тоже зависит. Пэс – это импульсический способ. Они не учитывают это. То есть он разный для частиц разного импульса? Ну это как бы наследуется еще из линейной теории, в принципе. То есть это новый, не новый элемент? Это член, да, он не новый. Здесь важна обратная реакция, то есть реакция ускоряемых частиц на эволюцию головного фронта и расширение всей звезды. Соответственно, здесь приведены полученные авторами спектры. На первом графике изображены спектры предположения, что ускоряется она только протона, то есть без учета более тяжелых ядер. Графики соответствуют разным типам сверхновых. Собственно, разные типы могут отличаться, во-первых, массой выбрасываемого вещества в пространство, концентрации плазмы и профилем плотности. Обычно используется степенной сакон плотности, зависимость от плотности, радиусы, и показатели могут варьироваться от класса плотности. На нижних двух графиках изображены спектры, усредненные по типам сверхновых, по различным источникам в галактиках и относящиеся к частицам разной массы. Соответственно, здесь есть протоны, гелий и железо. Опять-таки, здесь наблюдается характерное колено зависимости спектров, которые связаны с тем, что эффективный механизм ускорения при расширении звезды включается не сразу, а только во второй стадии, когда масса выброшенного в пространство вещества становится сопоставимым с той массой, которая была набрана в процессе расширения звезды. То есть, именно вот этому этапу соответствует коленообразная часть спектра. Собственно, колено присутствует наблюдаемых результатов. На графике также изображены два типа теоретических зависимостей. Разница состоит в том, что в первом случае длина выхода частицы считалась независящей от ее массы. А в то время как во втором случае вводился некоторый котов. И в итоге оказалось, что первое криво ложится мощь наблюдаемой данной. Ну и верхний график показывает логарифмический разброс масс значений, соответственно, наблюдаемых и предсказываемых экспериментальных. Теперь хотелось бы обратиться к некоторым вопросам, которые еще не были до конца поняты в рамках существующих теорий. То есть, я уже говорил, что решение тестовой задачи, то есть задачи без учитывания обратной реакции, дает спектр с показателем галма, который обычно близок к двойке. Кроме того, диффузия, зависимость диффузии лучей от энергии тоже вносит поправки к наблюдаемому на Земле спектру. Вот здесь выражен показательный дельт. И, в общем-то, приведенные мной здесь числа неплохо соответствуют тому, что наблюдается на Земле в плане спектра быстрых частиц. Но кроме спектра быстрых частиц на Земле наблюдается и спектр излучения, в частности, спектр гамма-излучения, который предполагает другой закон спадания, более крутой, гамма равный 2,3-2,4. Пока непонятно, как объяснить это расхождение. Кроме того, коэффициент диффузии, которому соответствует дельта, равная 0,6-0,7, должен приводить к большей энезотропии, нежели та, которая наблюдается на данный момент. Я здесь опирался в рассуждениях на результаты линейной задачи. Сегодня я обсуждал нелинейную, возникает вопрос, почему я ее не использовал для интерпретации результатов, но она лишь усугубляет все вопросы, которые я сейчас сформулировал. В частности, нелинейная задача требует дельты еще больше, порядка 0,75. То есть, решению проблем она не способствует. У меня на этом все. Если есть какие-то вопросы... Структуры описания, наверное, понятно, что надо решать уровень переноса, но они все решаются здесь с неким эмпирическим, коэффициентом диффузии, потому что обалентность точно неизвестна. Берут простейшие варианты моделей и смотрят, стильный или нет, зависит от модели, результат решения. Но оказывается, довольно сильно. Но в некотором классе моделей можно более или менее подобраться к правильному результату, хотя вот до конца, по-своему второму знати, этот спектр еще не получается. То есть, окончательного решения даже для галактических космических лучей задач пока нет. А что касается не галактических, ну, это следующий вопрос. Пока давайте, давайте. Если вопросы больше на это...